Пасха Мы поговорим сегодня об иконографии праздника Пасхи. Пасха, воскресение Христова, как изображали его в разное время? Очень по-разному. Но прежде всего, конечно, иконописцы отталкивались от Священного Писания. Давайте прочтем, как Евангелие от Марка говорит об этом событии. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломея купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою, «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален. А он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего по правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина, распятого. Он воскрес, его здесь нет. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. Вот, собственно говоря, так описывает даже не воскресенье, а то событие, в котором люди убедились в том, что гроб пуст. Вот были свидетели, и эти же люди, те же женщины погребали его, которые положили гроб распятого и умершего. Спасителя, Иисуса Христа, привалили камень ко двери гроба. И даже мы знаем, что первосвященники поставили там стражу, боясь, что украдут это тело. И когда пришли помазать это тело по иудейскому обычаю, оказалось, что его нет. И, собственно говоря, первые изображения уже в раннем христианстве появляются именно вот такие. Когда жены мироносятся, приходят к гробу Господню и видят пустой гроб. И на протяжении многих веков именно так и изображали иконописцы это событие. Потому что само воскресенье, да, оно не описано в Евангелии. И нет свидетелей воскресенья. Это остается чудом. Это остается тем, что непостижимо для человеческого разума, и этого никто не видел. Но есть свидетели воскресшего. И помимо изображения жен мироносец, да, вот женщина приходит с ароматами, вот ангел, такой блестающий юноша сидит, и вот пустой гроб. Помимо этого еще изображали то, как ученики встречают Христа в Галилее, там на берегу моря или в горнице. Или вот Фома изображается, который сказал, пока не вложу персты в раны Господа, не поверю в его воскресенье. И вот это вот уверение Фомы тоже становится целым, так сказать, эпизодом для того, чтобы подтвердить истинность воскресенья. Но со временем, со временем церковь стала изображать немножко по-другому это воскресенье, чтобы показать суть этого события. Когда Христос выходит из ада, стоит на поломанных створках адских врат, ад уже, так сказать, не закрыт, это не место уже, так сказать, заключения смерти всех, и выводит оттуда, выводит Адама и Еву, первых людей, которые, собственно говоря, и ввергли все человечество в царство смерти, и выводит оттуда все, можно сказать, человечество, начиная с первых людей. Потом мы видим, там и Авель присутствует, и израильские цари изображаются, Давид и Соломон, и Иоанн Претеча, и пророки, и так далее, и так далее. То есть иногда иконы изображают целые огромные, так сказать, ряды людей, которые выходят вслед за Христом. Для чего это изображение появилось? Для того, чтобы показать вот этот вот как бы плод воскресения, то есть что Христос входит в царство смерти, разрушает его и выводит. Где этому мы находим подтверждение в Священном Писании? Там, где пророк Исаия говорит, ад, где твоя победа, смерть, где твое жало. То есть этого события мы, как описание этого события, мы не находим, но мы находим именно предчувствие этого события, что смерть и воскресение – это, можно сказать, космический переворот. Это победа над смертью, это победа над адом, это победа над вот той обреченностью человечества, которая, собственно говоря, теперь закончилась с приходом Сына Божия, с приходом Спасителя. В первом послании апостола Петра мы читаем, «Ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умершлен по плоть, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал». Вот это, казалось бы, такое указание, о чём оно говорит? Вот о том, что Христос не просто умер, и даже там за грехи, а он действительно сошёл вот в те места, где души, собственно говоря, и хранились. То, что мы называем смертью, то, что мы называем адом, то, что мы называем местом удалённым максимально от Бога. И как нам изображает эта икона? Действительно, Христос стоит над чёрной бездной. В этой бездне даже часто изображаются ключи, замки, какие-то крючья. То есть символически то, от чего страдает человечество. Вот эти действительно символы несвободы. И он освобождает. Ведь Пасха, по-еврейски, Пейсах, значит исход. И когда-то евреи праздновали праздник освобождения от рабства, когда Моисей по велению Божию вывел из египетского рабства свой народ. И то же самое делает Христос, но в масштабе всего человечества. Он выводит из плена смерти человечество, людей. И не только праведных, но и неправедных. И это изображает икона. То есть две иконы на самом деле, можно сказать, являются иконами Пасхи. Это когда жёны мироносцы приходят ко гробу и видят гроб пустой. И когда изображается Христос над бездной ада, иногда прямо он её как будто преодолевает, как будто даже перепрыгивает, как бы с силой из гробов поднимая Адама и Еву, и выводят из царства смерти всё человечество. Правда, есть ещё одна икона, но она считается неканонической, когда просто Христос взлетает над гробом или выходит из гроба, но и свидетелей этому нет. Спит, так сказать, такая ночная стража, они спят, они этого не видят, и Христос просто вот как бы выходит из гроба. Но почему она считается неканонической? Потому что вот свидетелей этого события не было. свидетелей есть пустого гроба и свидетелей уже воскресшего. Конечно, нет свидетелей и его сошествия в ад, но церковь понимает, что это не единичное событие просто жизни Христа, а что действительно это космическое событие. Поэтому, когда Христос выходит из гроба, да, мы можем так сказать, что однажды Христос вышел из гроба. Как это произошло, мы не знаем. Но когда Христос выходит из царства смерти, это, конечно, более нам рассказывает о том, что же произошло в этой тайне вот этих трех дней. Действительно, разрушение ада. Конечно, икона изображает это символически. Конечно, мы не можем сказать, как это произошло. Но на то и символическое искусство для того, чтобы через символы, через знаки, через вот такие, может быть, жесты или какие-то символы показать нам суть события. Пасха – величайший праздник, поэтому ни одна икона, ни одна картина не может нам рассказать о всем. Но открыть нам, приоткрыть эту щелочку этой тайны, она может. И если мы взглядываемся в икону, то мы многое можем понять об этом празднике. Субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok